МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закончить начатое вопреки суду и следствию. Столичные власти пресекли повторные попытки недобросовестного застройщика незаконно возвести этаж на крыше дома. Кто ищет работу, тот найдет. Масштабная всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в столице Дагестана. Подробности у наших корреспондентов. От модных решений до инновационных разработок. Дагестанские школьники защитили свои проекты на международном форуме молодежи «Шаг в будущее». Полицейские Дагестана разыскивают подозреваемого в попытке насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Установлено, что 31 марта мужчина, находясь в общежитии Каспийска, проследовал за ребенком в помещении туалета, где и предпринял попытки домогательства. Как сообщает МВД региона, девочка начала громко кричать и звать на помощь окружающих, из-за чего и смогла спастись от насильника. Злоумышленник вышел следом и скрылся в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело. Все, кто владеют какой-либо информацией, могут обратиться по номеру, который вы видите на своих экранах. Сергей Меликов встретился в Каспийске с представителями 9 мусульманских государств, которые накануне прибыли в Дагестан. Участники обсудили сотрудничество в таких областях экономики, как промышленность, сельское хозяйство и туризм. Глава республики выразил готовность во взаимодействии с иностранными партнерами и привел в пример работу с другими исламскими странами. Еще одной из тем обсуждения стала важность поддержки народа Палестины. В последующем больше 200 тонн гуманитарного груза простыми людьми Дагестана было собрано и направлено в сектор газа. А при первой возможности мы приняли на территорию Дагестана больше 150 палестинцев. Напомним, что в Дагестан с двухдневным визитом прибыли представители Турции, Бангладеша, Малайзии, Пакистана, Казахстана, Мавритании, Ирана, Ирака и Узбекистана. Они планируют в том числе посетить популярные туристические объекты нашей республики и принять участие в коллективном ифтаре в Дербенте 6 апреля. Судебное разбирательство идет, а застройщик не намерен приостановить стройку. Мэрия Махачкалы сообщает о повторных попытках недобросовестного предпринимателя возвести дополнительный этаж на крыше дома по адресу Гаджиева, 35. Администрация города еще в октябре прошлого года направляла материал в Советский суд столицы о факте неправомерного использования общедомового имущества. Однако строитель, пока идут в судебные разбирательства, неоднократно пытался закончить начатое. Тем временем мэрия столицы сообщает, что объект включен в план реализации комплексной программы капитального ремонта на текущий год. Но провести работы можно будет только после удовлетворения требований администрации в суде, который пройдет 10 апреля. Работа ведется во взаимодействии с районным отделом внутренних дел в части контроля со стороны уполномоченных участковых полиции. И также специалисты управления муниципального жилищного контроля держат ситуацию на постоянном контроле для того, чтобы не допустить возможного продолжения застройки данного объекта. Более 5000 в Акассе и 3000 посетителей. Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел в столице Дагестана. Это самое масштабное событие в сфере занятости, которое объединило между собой школьников и педагогов, соискателей и работодателей. Салия Магомедова побывала на мероприятии и расскажет подробнее. Патимат Гусейнова – школьница из Махачкалы. Она поражена масштабами мероприятия, которые посетила вместе со своими одноклассницами и педагогом. Девочка пришла сюда, потому что придает серьезное значение образованию и выбору будущей профессии. Я пришла на ярмарку, чтобы посмотреть, какие здесь есть колледжи и университеты, и чтобы выбрать для себя специальность. А вообще кем ты хочешь стать? Я бы хотела стать юристом. Саадулла Ниниев – управляющий Академией робототехники. В его центре мальчиков и девочек учат разрабатывать различные технические системы – роботов. Сфера пользуется огромной популярностью у подростков, а потому Саадулла ищет для них преподавателей, а еще рассказывает о плюсах образовательных программ в своей организации. Очень популярна айти-сфера, потому что сейчас век технологии, соответственно, робототехника – это основа, база для развития уже айти-качества. Кто-то хочет стать программистом, кто-то хочет стать радиотехнику развивать. Соответственно, это помогает детям уже обосновываться, понять, это их или нет. Лейла Беймурзаева ищет работу администратора или делопроизводителя. За один час с начала мероприятия посетительница обошла стенды нескольких компаний, чтобы узнать подробнее о предлагаемых ими вакансиях. Это очень полезная ярмарка для людей, которые ищут себе вакансии. Эта ярмарка также помогает выпускникам, вузам реализовать себя. А руки от Юнусова, наоборот, ищет сотрудников для своей швейной фабрики. Работодатели уже сейчас готовы сделать частью своего коллектива семь человек, но и обучить их необходимым навыкам. У нас специфическое направление, у нас швейная фабрика, поэтому нам нужны определенные направления люди. Какие направления? Ну, швеи, конструкторы, закройщицы. Это если уже основной вид деятельности. Также мы набираем и помощников, упаковщиков. Поэтому мы любому сотруднику будем рады. Наших героев объединила между собой Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая в течение этого дня проходила в Махачкале и еще 14 городах и районах Дагестана. Это самое масштабное мероприятие в сфере занятости, организатором которого выступило Министерство труда и социального развития республики. На самом деле, такие огромные, большие ярмарки трудоустройства очень полезны. Они показали свою эффективность по итогам прошлого года, когда была первая ярмарка трудоустройства в России. Хочу сказать, что по республике ДСА, несмотря на нашу трудоизбыточность, по итогам ярмарки трудоустройства нам удалось трудоустроить порядка 700 человек в прошлом году. Мы ожидаем, что в этом году будет больше. Посетителями ярмарки стали порядка 3000 человек, которым было предложено 5000 вакансий. Причем в поисках сотрудников оказались не только наши компании, но и фирмы из других регионов страны. Эта площадка оказалась полезной для школьников, которые уже подумывают, в какие колледжи и вузы им поступать. Выбора достаточно, осталось только его сделать. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Международный форум молодежи «Шаг в будущее» собрал сотни участников со всей России. Он является самым представительным смотром научных и инновационных достижений молодых исследователей. Исключением не стал и Дагестан. Республику представляли более 30 школьников. С некоторыми из них встретились и наши корреспонденты. Слово Тамаре Сомедовой. Традиционное платье Горде – символ женственности и уникальности. И этот товарский наряд считается самым сложным для паршива. Но Фатиму Мастапаеву это и привлекло. Юная дагестанка решила возродить национальные костюмы горцев и корянок, но уже в современном стиле. В выступлении на этом конкурсе девочка готовилась седьмого класса. Пройдя муниципальные и окружные этапы, Фатиме на доработку своей коллекции оставалось совсем мало времени. Всего у меня изначально было три платья. Ну, это те платья, которые я представляла на муниципальном и региональных этапах. Но потом, за месяц до вылета в Москву, решили, что лучше остальные три платья тоже переделать. Сначала мы дошли два платья, потом уже подумали, что нужно остальные те три тоже переделать. Там, во-первых, ткань была слишком яркая, и они казались как-то театральными, чем платьями, которые можно на повседневку носить. И короткие были подлинные. Интерес к дизайну и шитью Фатима появился благодаря Маазата Абдулаевой, которая и помогла девочке в создании коллекции. На протяжении полутора лет они вместе создавали костюмы, и с каждым разом творческий потенциал юного модельера только рос. У Фатимы есть свое мнение на все. Она видит все по-своему. Где-то, где я думаю, ладно, я уступлю, это ее коллекция. Ребенок видит так, где можно было уступать. Я уступала, конечно. Где нужно было уже отстоять точку зрения, но мне все-таки видно, у меня опыт определенный есть. Конкурсы какие-то свои за моими плечами. Вот там я уже сказала, так нет, тут делаем так, Фатима. Но благо Фатима тоже. Если вы так считаете, то да, хорошо, я с вами соглашусь. Ахмед Гусейнов еще один участник форума. Молодой ученый занял почетное третье место за научно-исследовательскую работу разработкой внедрения радиоуправляемых летательных аппаратов. Ахмед с детства мечтал стать летчиком, но со временем его желание переросло в нечто большее. Потому что с детства я хотел летать на самолетах, но по мере того, как вырос, решил, что быть именно пилотом для меня очень сложно. И я решил избавить эту планку до создавания своих самолетов. Потому что на беспилотном летательном аппарате также можно поставить камеру, которая будет передавать изображение на твои очки. И после того, как ты ровно, колова у тебя в ровном положении, ты будешь поворачивать влево-вправо, сама камера, которая находится на самом самолете, будешь совершать такие же движения, как и ты. В разработке радиоуправляемого аппарата Ахмеду помогал отец, кандидат физико-математических наук. Интерес и любовь к робототехнике возродилось в семье. Ахмед Маратович, он увлеченный ученик, занимается не только конструированием, но у него есть еще интересы в области математики. Все это любовь переросла к таким авиамоделированию. Он создал сам с нуля установку, самолет, который реально летает. Участие в международном форуме – это не только шаг к успешной исследовательской деятельности, но и путевка для поступления в лучшие вузы страны. Ахмед планирует после окончания 11 класса поступить в технический университет имени Баумана. В гуманитарно-педагогическом колледже функционирует отделение дизайна. Накануне студенты 2-го и 3-го курсов организовали выставку собственных картин. Натюрморты, анималистические и бытовые сцены. Сначала любители искусства начинали свой путь в живописи с акварели, а теперь создают работу уже и маслом. Посетила культурное мероприятие, и моя коллега Айша Тухаева ей слово. Тема художественной работы была свободная, и студентка 2-го курса Айша Абдулаева выбрала пегово коня. Юная рисовальщица очень любит животных, нередко именно они становятся героями ее картин. Живописи она уделяет по несколько часов в день. Самая кропотливая работа – это было добавление мелких штрихов, деталей, и больше времени потратила в провисывании теней. На первых курсах студентам создавать картины нелегко. Для этого требуется творческая смелость. Под чутким руководством преподавателей, учащиеся 2-го и 3-го курсов, создали около 30 картин и провели собственную выставку. Сейчас они уже на масляную работу переходят, а там, естественно, технологии уже другие, живописи. Первое, что нужно было снять, это страхи перед первым цветом, дрожащими руками, не зная, как цвет первый выкладывается. Рисунок-то они, допустим, уже знакомы были. Вот они рисунок сделали, а нужно теперь на цвет переходить. И у них, конечно, первые страхи еще перед цветом, а вдруг не получится. Я говорю, если не получится, самое страшное, что у вас получится, вы просто испортите бумагу, возьмете другой лист, ничего страшного. Дисциплины дизайн интерьера и ландшафтный дизайн также входят в программу обучения на отделении. Это молодое направление и хорошая возможность для студентов проявить свои творческие способности. Я работаю с ними в программе на компьютерах, в которых они могут выстроить этот интерьер, то есть в которых они создают проект. Также у нас есть выездные занятия в магазины отделочных материалов, где мы обсуждаем каждый материал в отдельности, плюсы, минусы и так далее. В магазины сантехники, в магазины мебели. То есть все стараемся изучить, не только в теории, но и на практике показать, как это все можно интерпретировать, включить в интерьер. Студенты, которые поставили перед собой цель стать хорошими специалистами, регулярно упражняются в рисовании. А систематичность в творчестве – это залог успеха. Естественно, те, кто, например, ходит на занятиях, постоянно ходят и сидят, первые проходят и последние уходят, есть такие, например, студенты. Естественно, у них и движение больше, у них смелости больше. То есть практика важна? Да, практика важна. Больше практики, лучше художник. Айша Тухаева, Шамиль Хирисулаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Тэквондист Магомед Гаджи Магомедов стал победителем проходящего в подмосковном Одинцово первенства России среди юниоров до 21 года. Воспитанник Махачкалинской спортшколы номер 3 показал лучший результат весовой категории до 58 кг. На пути к итоговой победе Магомедов провел 5 боев. Спортсмен тренируется под руководством Абдул-Азиза Магомедова, Арсена и Рабадана Курбановых, Саид Али Алиева. Всего Дагестан на соревнованиях представляют 33 тэквондиста. Итоги подведут 6 апреля. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей, приятных выходных и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин